Возможность беспрепятственного волеизъявления путем голосования должна быть обеспечена каждому гражданину России, даже невзирая на непростые обстоятельства. Поэтому избирательные комиссии прилагают сегодня все силы, чтобы охватить максимальное количество граждан, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно добраться до избирательных участков. Так, для маломобильных людей организованы вызовы членов комиссии на дом. Для тех, кто не может уйти с работы или лежит в больнице, голосование организовано по месту пребывания. Например, сотрудники первой клинической больницы имени Успенского в Твери уже воспользовались новой формой голосования и выразили свое мнение относительно поправок в Конституцию. Подробности в нашем следующем материале. Проведение выездного голосования строго регламентировано. Сначала обязательная обработка рук антисептиком, потом получение индивидуального пакета с ручкой и защитной маской. После нужно пройти в специальное помещение, оборудованное ширмой для тайного голосования и предъявить паспорт. Член избирательной комиссии выдает на руки бюллетени, дело остается за малым. Поставить галочку напротив строки «за» или «против». Первой проголосовала главный врач больницы, а по совместительству член общественной палаты Марина Мирошкина. Это очень удобно, потому что не надо куда-то бежать, ну и плюс к тому, что сталкиваться еще с дополнительными людьми, которые мы не знаем, больны они или не больны. Здесь мы знаем, что это наши сотрудники голосуют, что они все проверены, обследованы. Мы не создаем здесь большого количества народу, то есть они все по одному входят. Это более безопасно. И хотя сам процесс голосования много времени не занимает, в больнице установлено расписание, кто и во сколько должен прийти. Это не создает лишнего ажиотажа, а следовательно и нежелательного сейчас скопления людей. Сами члены избирательной комиссии, пришедшие на голосование, отмечают, что такой формат даже удобен. Все четко и быстро. А главное, безопасно для самих голосующих. Ведь в условиях распространения коронавируса свести возможность заражения инфекцией необходимо к нулю. Так как сейчас уже многие проголосовали, соответственно, многие люди уже не придут на участки. Опять же, не будет скопления, будут правила сохранены по 2 метра по нашей безопасности в связи с пандемией. И, соответственно, я думаю, что просто в течение дня будут, как и сейчас, с 8 до 8, мы можем принимать любого человека для досрочного голосования, кто у нас зарегистрирован на участке. И, соответственно, я думаю, что постепенненько до 1 числа все наши избиратели проголосуют. За 10 минут свои голоса успели отдать 20 сотрудников больницы. Но это не последний визит выездной комиссии в медицинское учреждение. Они приедут вновь уже во всероссийский день голосования. Пациенты будут голосовать 1 числа. И пациенты, и сотрудники, которые будут работать в этот день. Потому что, например, в госпитале они работают сутки. И поэтому тоже очень удобно, что они на территории нашей проголосуют. Практически все больницы Тверской области воспользовались возможностью голосования по месту работы. Предполагается, что такая форма позволит выразить свое мнение всем сотрудникам медучреждений в более рациональной форме и без отрыва от работы.